Привет, друзья! Вы на канале Александра Неверовского. Сегодня с вами я, Галина Неверовская. Сегодня мы с вами поговорим о том, как уживаются вместе в семье две собаки, три собаки и дальше. Какие правила должен соблюдать владелец для того, чтобы помочь собакам подружиться? Первое, что я хочу вам сказать, для того, чтобы гораздо легче собакам подружиться, когда они разнополые. Они гораздо лучше находят общий язык, у них нет причин для конфликтов или их гораздо меньше. Но, конечно, если в доме разнополые собаки, то два раза в год, когда усутит течка, вам придется собак разделять между собой надежно, чтобы не было никаких нежелательных последствий их разнополости. Но, с другой стороны, если собаки однополые и если собаки не подружились, то тогда разделять вам собак придется 365 дней в году. Вот подумайте об этом, прежде чем взять вторую собаку в дом. Следующее, что я хочу вам сказать, что когда вы берете в дом маленького щенка или взрослую вторую собаку, вы должны понимать, что ваша прежняя собака, ваша старшая собака, ваша первая собака, она до появления второй собаки безраздельно владела вашей любовью, вашим вниманием. И, конечно, она будет переживать, что любовь вашу ей придется разделить со второй собакой. Поэтому, для того, чтобы не возникло сразу, с первых дней, не возникло неприязни к щенку у старшей собаки, вы должны своим поведением показать ей, что она любима по-прежнему. Она такая же любимая, у нее столько же, она получит столько же внимания, столько же заботы. Вы должны подчеркнуто это показывать. Вы должны гладить, ласкать свою собаку, вы должны кормить ее вкусняшками, вы должны проявлять любовь к своей старшей собаке. И первые несколько дней не проявлять демонстративно так своей любви к младшему, чтобы ваша собака старшая была спокойна, что она ничего не потеряла. Вы увидите, пройдет немного времени, ваша старшая собака сама заинтересуется малышом, или второй собакой, сама заинтересуется этой компанией, сама будет любить этого щенка, и их отношения сложатся нормально. Когда ваш щенок будет подрастать, у них с собакой старшей будут складываться какие-то отношения, и когда собака младшая подрастет, она захочет побороться за лидерство между собаками, особенно если собаки однополые, даже скорее, если собаки однополые. С разнополыми собаками такого не будет так сильно выражено. Вот здесь такой очень серьезный момент. Если вы увидите, что ваша младшая собака сильнее и берет верх над старшей, вы должны, глядя на то, как складываются отношения между собаками, кто из них становится вожаком в своей собачьей тусовке, вы должны поддерживать вожака. Вы должны первого гладить вожака, первого кормить вожака, потому что если вы со своим человеческим состраданием будете поддерживать более слабого, потому что вам кажется, что его обижают, то тогда более сильному придется доказывать свою силу слабому, и он будет еще более доминировать над слабым, для того, чтобы ему показать. Если вы поддерживаете вожака, если авторитет вожака незыблемый в собачьей тусовке, то вожаку и доказывать ничего не придется. Ведь все собачьи драки, которые происходят регулярно, например, люди в парке гуляют, одна и та же компания, и два кобеля регулярно дерутся. Почему эти драки продолжаются постоянно, регулярно? Потому что мы никогда не даем собакам выяснить, кто же из них сильнее, кто из них главнее. Мы растаскиваем эти драки, и этот вопрос повисает в воздухе. И опять он не выясненный, и собаки выясняют его снова и снова. Так вот в вашей семье вопрос, кто из собак сильнее, кто из собак главнее, должен быть выяснен раз и навсегда. И, конечно, в вашей семейной стае, в которой участвуют и люди, сильнее всех и главнее должен быть человек, должен быть хозяин. Тогда вам гораздо проще будет с собаками держать дисциплину собак. Потому что если собаки между собой не ладят, легко, если собаки маленькие, маленьких размеров. Вы взяли их двумя руками, растащили их по разным углам, и все. Если собаки большие, то одному человеку гораздо труднее справиться с какими-то выяснениями отношений собак. И еще одно правило вы должны соблюдать, когда вы не хотите лишней конкуренции между собаками. Вы должны кормить собак в своем присутствии, чтобы они не дрались за миски. Вы должны следить за тем, чтобы у них не было предмета для конкуренции. Еда, мясная кость, игрушки. Если вы уходите, и собаки остаются без присмотра, у них не должно быть предмета для конкуренции, чтобы в ваше отсутствие собаки не подрались и не имели причин для своих выяснений отношений. Я надеюсь, мои советы были для вас интересны. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Галина Неверовская. Всем здоровья и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok